Были такие операции, которые длились 6-8 часов, и нужно стоять в неподвижной какой-то позе. Мне приходилось оперировать пациент весом 900 граммов. Девочка до 3 лет небольшая, у которой из глаза торчал крючок вязальный. Вот он сквозь века, отдавив глазное яблоко, прошел зрительный канал. Он оперировал, которого ты перевязывал, отдирал ликопластырь от кожи, он кричал в этот момент. Никогда не жалели о том, что такую профессию выбрали себе? Господи, что я тут делаю. Из необычного места сегодня вещаем мы, дорогие друзья. А вокруг нас находится операционная детской областной клинической больницы номер 2. В гости же нас пригласила нейрохирург, детский нейрохирург, и просто прекрасный человек Татьяна Козлитина. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вот насколько мне известно, всего в стране таких специалистов, как вы, в районе 2,5 тысяч, то есть это очень редкая профессия, в каком вузе вы обучались своему делу? Я закончила педиатрический факультет в Воронежской медицинской, тогда еще академии, а в дальнейшем училась, ну, интернатуру в этой, в родной больнице по детской хирургии прошла, и какое-то время я была детским хирургом только лишь, но работала всегда в отделении нейрохирургии. Чисто практическим и врачом была, и не отходя, скажем так, от рабочего места, поступила в заочную аспирантуру в Саратовский медуниверситет, и досрочно изучила диссертацию по нейрохирургии, но уже в институте имени Поленова в Санкт-Петербурге, то есть я везде успела побывать. Вот сейчас наверняка ваша работа вам уже привычна, но что вот чувствует хирург, когда впервые оказывается вот со скальпелем в руках после пациента и понимает, что все, вот моя первая операция? Волнение, бесспорно, но когда ты со скальпелем в руках, ты должен это волнение контролировать, как никто другой. И тут я точно могу сказать, что сила в знании. Чем меньше ты знаешь, тем больше волнуешься, поэтому кто не знает, тому скальпель в руки брать не рекомендую. А как вообще нейрохирурги определяют, где можно резать, а где нет? Там ведь буквально миллиметр туда, миллиметр сюда, и можно убить пациента или покалечить? Да, это сложная специальность, именно поэтому любой нейрохирург готовится к каждой своей операции тщательно и работает не только с пациентом самим, но и с результатами всех обследований. И благодаря современному уровню, наверное, нейрохирургу сейчас проще оперировать, чем, скажем, там, 100 лет назад. Есть МРТ, есть навигация, как бы все доступно, и нужно только владеть 3D-анатомией, а тут это особенности уже самого хирурга, как он с этим справляется. А вот чисто гипотетически, предположим, что вы переместились внезапно на 100 лет назад, вы бы смогли провести по тем меркам операцию? Хороший вопрос. Вы знаете, я довольно часто сама себе задавала этот вопрос. То есть, когда в те времена был только молоточек, и неврологический, и топический диагноз нужно было ставить вот так вот, без КТ, без МРТ, когда был только рентген, могла бы я, и когда был только тот инструментарий, который был тогда, могла бы я делать такие операции, я могу сказать, что что-то элементарное, экстренно спасающую жизнь, наверное, можно было бы сделать. Ну, там, травму какую-то, да, вылечить. А какие-то сложные заболевания или там опухоли мозга, конечно, верни меня, 100 лет назад, с тем инструментом, который был, наверное, вряд ли. Вот некоторое время назад в сети отгремели ролики с операциями на мозг, знаете, там человек на скрипке играет, на трубе, еще что-то делает. А действительно в полном сознании приходится быть пациенту, когда эти операции проходят? Да, есть большой раздел нейрохирургии, функциональной нейрохирургии, когда какие-то небольшие опухоли расположены в функционально значимых зонах, там, зоны речи или есть зоны, где человек музыку слышит или не слышит. И надо убрать эту опухоль, но не навредить навыкам, да, может, это может быть музыкант, который, ты можешь его прооперировать, он больше никогда не будет слышать. И именно вот в таких случаях проводятся подобные операции, когда пациент будится на столе, проверяется тонким инструментом, можно ли эту зону трогать хирургу или нельзя. И это очень интересно, на мой взгляд. То есть, возможно, аккуратно как-то тронуть так, чтобы ничего не сломать? Да, возможно. Это тонкая нейрохирургия. Я, если честно, такой не владею. А у вас ведь такой детский профиль. Вам приходилось при пациенте, который в сознании проводит операцию, или у вас всегда под наркозом? Есть закон детской хирургии, что пациент не должен присутствовать на своей операции. Поэтому мы стараемся все делать под общей анестезией. Я не только сейчас про свою специальность говорю вообще, потому что детям не то чтобы больно, есть хорошая местная анестезия, им просто страшно. Поэтому мы делаем все под общей анестезией. Но я могу сказать, что в моей практике был случай, когда приходится еще по линии Центра медицины катастрофы выезжать в район и оказывать помощь там. И там был пациент с гидроцефалией, у него был шунт, поставленный где-то на Украине давно, это все было. И вот этот шунт сломался, скажем так, мне надо было вывести его наружу, конец этого шунта. А больной уже был с нарушенным сознанием. Не в ясном, но и не в коме. Ну, то есть боль он чувствовал. И анестезиолог местный испугался давать наркоз такому пациенту, просто потому что он ребенок. И мне пришлось делать это под местной анестезией. Я вывела шунт, пациент на глазах, вот ему стало легче, он открыл глаза, поверг в изумление врача-анестезиолога. Сказал вам что-нибудь? Ну, конечно. А что? Сказал, что спасибо. Это прям вот сразу, как только он пришел сюда? Ну, в такой ситуации пациенту сразу становится легче. Впоследствии все хорошо с этим человеком? Да, я его тут же забрала, транспортировала в нашу больницу, и мы продолжили его лечение, все закончилось хорошо, но меня смутил вот этот страх коллеги, которые детей боятся. Очень много, к сожалению, докторов боится детей. Почему? Мне кажется, мне кажется, что перед детьми ответственность у врача намного выше. Ну, я так думаю. А что думают на самом деле коллеги? Ну, спросите любого взрослого хирурга, почему он не оперирует детей. Я думаю, вы всегда получите один тот же ответ. Я боюсь. Вот видите, дети, это взаимно. Не только вы боитесь докторов, но и они вас тоже побаиваются. Такая, может быть, немного больная тема. Существуют ли врачи, которые вот за всю свою жизнь не сделали ни одной врачебной ошибки? Я думаю, есть врачи, которые так думают, или не осознают, что они совершили ошибку. Но это настолько сложная профессия, что не ошибается, может быть, только робот, машина, компьютер. Человек может ошибиться случайно, не потому что он чего-то не знает или не умеет, а может быть, устал, а может быть, он недоумевает. Может быть, в общем, я думаю, что вряд ли кто-то из врачей скажет, я никогда не совершал ошибок. Ошибки могут быть разные. Фатальные и мелочь, ни на чём не отразившаяся. Но мне кажется, у каждого врача есть какой-то пункт в голове, что надо было, наверное, сделать вот так, и было бы лучше. Или там вот другой, если бы я сделала разрез, то, может быть, потом шов был бы красивее. Ну, какие-то такие, на мой взгляд, есть ситуации. Как вам удается не волноваться, когда вы понимаете, что от ваших действий прямо в эту секунду зависит жизнь человека? Не волноваться не удается. Я волнуюсь всегда. Но чем я старше и опытнее, тем легче мне это волнение брать под контроль. И тут, конечно, опыт помогает. То есть, когда ты делаешь что-то в первый раз или что-то, чего ты раньше сам не делал, а ты вынужден сейчас это делать, ты, конечно, волнуешься. Когда вы выходите с работы, снимаете халат, закрываете двери больницы, эта работа продолжает давить на вас или вы спокойно по вечерам сидите, чай пьете? Давить не продолжает, но мысли не отпускают. Лично у меня врачи есть разные. Я завидую тем своим коллегам, которые, сняв белый халат, маску, шапку, выйдя на улицу, идут домой, и у них мысли переключаются. Все равно приходишь домой и думаешь о тех пациентах, которые остались, которые должны переночевать там еще без тебя. Особенно если ты кого-то прооперировал и волнуешься, можешь даже звонить регулярно дежурным врачам, а как, а что, как он себя чувствует, болела ли голова. То есть, я не отпускаю. Мне кажется, я все время с пациентами. Такой, может быть, рубрика «Глупый вопрос». Есть ли в системе какая-то страховка от судороги? Вы вот проводите операцию на мозге. А если вот хватит что-то? Я могу сказать, что когда операции длятся много часов, а вот в начале моей карьеры были такие операции, которые длились 6-8 часов, им нужно стоять в неподвижной какой-то позе. Руки устают. Особенно если приходится, там один хирург оперирует, а ты помогаешь и держишь какой-то инструмент в статичной позе. Бывает, что устают руки. Но тут важно вовремя сказать, что там, а можно я перехвачу, мне надо поменять инструмент, поменять положение. То есть, надо предчувствовать, потому что понимаешь, что ты находишься в такой зоне, где ты можешь, если судорога случится и инструмент куда-то съедет, ты можешь навредить больному. То есть, сестра перехватывает или... Ну, это по-разному. Ты можешь сам перехватить. Главное, чтобы к этому быть готовым. Можно всегда поменять положение. Но никто от этого не застрахован. Я знаю своих коллег, которым приходилось через 20-30 лет работы делать операции на кистях рук, на сухожилиях. И они возвращались потом в строй. То есть, в принципе, все поправимо, но мы же люди, мы тоже... Врачи тоже люди, мы тоже болеем. Какой еще? Раз уж по глупому пошли вопросы. Сами к себе решились бы лечь на операционный стол? Насколько вы доверяете своим профессиональным навыкам? У меня есть... Такой, я не знаю, жизненный опыт. И для меня этот момент очень был показательный в плане моего профессионализма, когда ко мне обращались коллеги с просьбой прооперировать их детей. И мне кажется, это для меня высшая оценка. А в чем особенность именно детской нейрохирургии? Есть какая-то разница между оперировать взрослым, оперировать ребенком? Вот бы вы задали этот вопрос взрослому нейрохирургу. Разные, разные ситуации бывают. Но вот мне приходилось оперировать пациент весом 900 граммов, и которому там 17 лет. Разница колоссальная. Разница в болезнях колоссальная. То есть патология в раннем возрасте одна, там более старшая другая. Операции разные, техника разная. Размер имеет значение в этом случае. Это тяжелее или проще? Твоя мелкая моторика имеет значение. Все зависит от патологии, которую ты делаешь. То есть цель. Цель. Одному надо опухоль мозга прооперировать, а другому, не знаю, пульку достать. А при прочих равных у того опухоль мозга и у ребенка опухоль мозга. Есть анатомические особенности, которые надо учитывать. И когда ты маленького оперируешь пациента, то более тонко, что ли, приходится работать именно снаружи. Вот то, что потом мама увидит. Какой шовчик у ее маленького, понимаете? То есть тут больше такие. А маме-то, конечно, не объяснишь, что внутри у вас намного сложнее, чем у другого ребенка. Я не знаю даже, как ответить на этот вопрос. А вы вот сказали, что вот бы вы спросили у взрослого нейрохирурга. Они бы как-то по-другому ответили? Или почему так? Наша специальность, документальная, с юридической точки зрения, она не делится на детскую и взрослую. Но посмотрите, как мало детских нейрохирургов, и как много взрослых. Ну, много относительно нас, детских нейрохирургов. И вот, когда на медицин-катастроф приходится работать, то какой-то есть вызов в район, и там, допустим, подросток, 12-13 лет. Ну, вы знаете, не заставишь взрослого сделать операцию. Они открещиваются от него, это ребенок, мы не будем. Хотя, казалось бы, 12-13 лет уже близок ко взрослому. Они боятся. Боятся за судьбу его отвечать? Может быть, ответственности боятся. Может быть, не знаю, технически боятся что-то сделать не так. Но, по идее, вы одну и ту же, как бы, школу проходите, условно говоря. Да. Нет разделения в университете? Нет, разделения специальности нет. А с какими диагнозами к вам приходят? Ну, самый большой пласт, наверное, это черепно-мозговая травма. Это самый большой раздел нейрохирургии, с которым вот приходится в жизни сталкиваться. Потом есть пороки развития, да. Потом есть какие-то спонтанные кровоизлияния. Потом есть вот недоношенные пациенты, да. Глубоко недоношенные пациенты с экстремально низкой массой тела. У них есть свои особенности. Они дают кровоизлияние в мозг очень часто. Вот. В общем-то, это, наверное, основные разъемы. Ну, есть онкология. Какие-то особенные случаи попадались? Вот, кажется, было случай, когда в Воронежской области двое школьников подрались, и один другому нож в голову вставил. Его же вывозили в Воронеж. Не вам попал пациент? Это подросток был, поэтому он попал на 9-й километр в областную больницу ко взрослым хирургам. Но там, насколько мне известно, все закончилось хорошо, потому что нож прошел по касательной, и само вещество мозга не было задето. У вас не было чего-то такого подобного, экстравагантного? У нас постоянно подобное. Что-то всегда. Это жизнь такая интересная. Но вот у меня был, наверное, один из таких ярких случаев, которые сейчас так вспоминаются, навскидку. Это была новогодняя ночь, и я почему-то одна оказалась в этот вечер. Почему-то я даже шампанского не выпила. Ну, как-то вот так. И где-то в 10 вечера меня разбудил звонок коллегии лор-врача из другой больницы, которая сказала, что ко мне пришел пациент, но мне кажется, он все-таки ваш. И переправили сюда. Значит, это оказалась девочка, до трех лет небольшая, у которой из глаза торчал крючок вязальный. То есть ручка от крючка. Сквозь века, отдавив глазное яблоко, прошел зрительный канал и зацепился здесь за турецкое седло. Вот так вот он. В этом месте здесь расположено максимальное такое кровоснабжение головного мозга, велизий в круг называется. То есть ранение любого участка этого места смертельного. Как бы проснулась я мгновенно. Сразу я думаю, ну не может такое быть. Мне сказали, что больной в сознании, а по локализации этого инородного тела я понимаю, что может быть все очень печально. И я начала сравнивать эти рентгеновские снимки с атласом анатомии. Думаю, ну неужели? И действительно этот крючок прошел до турецкого седла. Получается, есть время, когда такие случаи? Время? Ну вот смотрите, я же была дома. Пока тут этого пациента готовили, я уже приехала и книжку успела посмотреть, уточнить процесс, подумать, как это сделать, чтобы пациент выжил. И так все хорошо сложилось, что в общем-то девочка выписалась и в сознании, и без неврологического падения, и только маленький рубец на веке от места входа этого крючка. То есть даже зрение осталось? Да. Глаз остался неповрежденным. Ничего себе. Приходится с родственниками взаимодействовать? Или это скидывается на медсестер? Нет. Всегда приходится взаимодействовать с родственниками. И более того, наверное, это одна такая грань нашей профессии, когда ты не просто с родственниками. Ты разговариваешь с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. Еще другие бабушка с дедушкой пришли, через три дня приходят, а я крестный, расскажите мне, я врач. И, в общем, ты всю семью должен успокоить. А бывало такое, что не всегда ведь есть возможность спасти? Не бросались после этого на вас родные в каких-то таких ужасных случаях? Знаете, я, наверное, в этом плане счастливый нейрохирург пока. У меня на операционном столе не было смертей. Были тяжелые какие-то случаи. Были, конечно, ну, это профессия такая, да, но бросаться нет. В моей жизни такого не было. Агрессия со стороны родственников как бы бывает, видно, но меня эта чаша пока миновала. Какие-то благодарности, может быть, особенные запомнились? Обратные, так сказать, стороны медали. Самая большая благодарность, когда ребенок, которого ты оперировал, которого ты перевязывал, отдирал ликопластырь от кожи, он кричал в этот момент, думая, что ты его там обижаешь. И когда он говорит спасибо, это самая большая благодарность. А у вас есть профессиональный кумир? Да. А кто? У каждого специалиста должен быть профессиональный кумир. У меня их два. У меня кумир, мой учитель, Глагольф Николай Владимирович, который заместитель главврача и как бы хозяин в этом корпусе. Он еще до сих пор практикует? Да, он уже в медицине 40 лет, и он оперирует, и оперирует сложные вещи, архи-сложные вещи. И он для меня кумир именно потому, что он все время идет вперед. Я думаю, боже мой, ну где человек берет в себе столько сил все время идти вперед? Вот это уникальное такое свойство, которое я бы хотела тоже себе иметь или воспитать себе. и второй кумир это нейрохирург с мировым именем, который служит в институте имени Бурденко в Москве, да, Кушали Юрий Вадимович, профессор. Это самое топовое, место, которое только может быть сегодня. Институт имени Бурденко на данный момент да, это ведущее учреждение в плане нейрохирургии в стране. То есть у вас нет, так сказать, кумиров из прошлого, это все... Это все реально существующие люди, потому что когда я пришла, только начала в профессии свое дело, они были вот на моих глазах, да, я, ну, может быть, не успела застать тех, кто у них был учителя. Никогда не жалели о том, что такое профессию вы выбрали для себя. Иногда накатывает, думаешь, боже мой, ну, это бывает, знаете, когда какая-то может быть неудача вдруг наступает или что-то сложное или вот и думаешь, господи, что я тут делаю. Но в этом, в этот момент очень важно, чтобы кто-то подставил себе свое, к тебе свое плечо, да, ну, в моем случае, там, учитель, если вовремя там заметит какая-то у меня профессиональная там беда случилась, да. Давайте закончим так. Скольких людей вы спасли? Хочется спасти намного больше. Но все-таки. Много. Все детские хирурги говорят, что мы спасли не только ребенка, мы спасли папу, маму, бабушку, дедушку, потому что если мы что-то сделаем не так, катастрофу, представляете, сколько людей будет переживать, умирать, страдать. Спасибо вам большое за ваш труд благородный. Спасибо вам. Действительно великий труд.